МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изобретательный бармен Игорь и министерский водитель Алексей. А невеста у нас Оксана. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Самая лучшая жена будет только у моего мужа. А со мной пришла моя подруга Юлия и сестра Ольга. Оксана, 23 года. Поссорившись с мамой, в 17 лет ушла к возлюбленному. Но жить с ним оказалось гораздо тяжелее, чем в отчим доме. Оксана хозяйка студии современного танца и воспитатель в Ясли. Зарабатывает деньги с 13 лет. Пела в парке, работала танцовщицей в ночном клубе, была секретаршей, участницей шоу-балета и певицей в ресторане. Имеет два высших образования. Мечтает сняться в кино и провести медовый месяц на островах. Оксана не охотится за богатыми женихами, считает, что заработать на приличную жизнь они с мужем смогут вместе. Готовы делать ему массаж, протирать его лицо тоником, целовать каждую его родинку и даже покупать одежду без него, если он занят. Здравствуйте, Оксаночка. Здравствуйте, девочки. Нам приятно, что вы пришли. Сразу первый же вопрос профессиональному астрологу Василисе Володиной. Для меня причина неудачи Оксаны налицо. Может быть, и звезды что-то еще дополнят? У Оксаны в ближайшие 2-3 года шансов действительно найти свою любовь не очень много, к сожалению. И когда есть такая длинная большая полоса времени, когда шансов у женщины немного, это значит, что она должна попытаться перехитрить судьбу другим способом. Для этого изначально придется понять, чего все-таки ждать от мужчины глобально. Потому что прежде всего вы разбрасываетесь. И именно поэтому способны попадать в плен мужчинам не совсем достойным. Это соединение Сатурна с Ураном в седьмом доме. Муж может оказаться деспотом, тираном. Правда, к счастью, вы способны выходить замуж не один раз. Что приятно само по себе. Вот для того, чтобы не попасть в лапы такого тирана или деспота, нужно сначала разобраться, чего хотеть от жизни, чего изначально от него требовать. Поэтому я думаю, что сегодня нам удастся всем это сделать. Очень даже такая. Как я люблю. Ну а что вы так? Грусовые, глаза красивые, зеленые. Знаю твой вкус, очень похоже. Я думаю, что на твоем рынке в основном вот такие девушки и находятся. Ну, к сожалению, не весь товар такой сложный, как наша невеста. Ну а что вы так ухмыляетесь? Сложный, сложный. Потому что ребеночек у нас небрачный есть. Ну, единственное, что спасает Оксана, что молода, вон, пластична. В принципе, неплохо. Но, конечно, трудно будет. Трудно. Оксаночка, что заставило вас, молодую девочку, поссориться и уйти от мамы? Ну, я как бы могу сказать, что я не ушла от мамы, именно поссорившись. Именно вот это была единственная причина. Мы на тот момент встречались уже год, в общем-то. Вам было 15 лет? Нет, когда ушла, это было уже 17 лет. 17. А мама вместо того, чтобы взять ремень, затаила на вас обиду. Вы знаете, мамочка, если вы сейчас смотрите, вот вы не правы абсолютно. Потому что в этом возрасте нужно все-таки, кроме пряник, еще и кнут. Ваша воля должна быть. Родительскую волю не отменял никто. А что заставило вас в 13 лет пойти и зарабатывать деньги? Ну, это были летние каникулы. Я решила, что нежели я буду просто гулять, я заработаю себе на то, что я на тот момент хотела купить. Ну, выглядит она постарше, чем на 23, да? Жизнь покидала. Потрепала чуть-чуть. Да, наверное, хорошо так потрепала, если в 13 лет пришлось работать и пойти. И что это была за работа? Я пела в парке, людям. Что ж ты фраер сдал назад? 15 лет вы уже танцевали гоу-гоу? Ну, да, мне было 15 с половиной. А хозяин, который вам разрешил танцевать ребенку несовершеннолетнему, не был привлечен никак? Нет, ну, меня спрашивали, согласны ли родители, да. А паспорт там не спрашивали? Нет, паспорт не спрашивали, я работала неофициально. В общем-то, сразу ехала после работы домой, училась я хорошо. Да, вам это не мешало? Родители, ну, были не против. Пока однажды на огонек, на вот такую красоту, не позарился мужчина старше вас на сколько лет? На 7? На 6. На 6. Не образование, как выяснилось, не особых каких-то у него там хобби, не особых каких-то интересов, которые могли бы вас сблизить. И работки вроде никакой. И работы не было. Просто зашел в клуб посмотреть на полуобнаженных девчонок из деревни. Ну, меня заинтересовало вот тем, что он был какой-то вот не такой, как все. Казался надежным? Да, мне показался надежным. И пока мы с ним какие-то развивались отношения, общения, он, в общем-то, себя хорошо показывал, проявлял. И что тут началось? Ну, мы начали жить вместе, и, в общем-то, поначалу все было хорошо. Кроме одного. Вдруг у него проснулась ревность, и он вдруг понял, что «Оксанка, а мы с тобой познакомились-то, где ты выплясывала?» Да, да, он запретил мне танцевать. Лада передо мной. То есть, за что он влюбился в вас? Он сказал, что танцевать-то или я, или танцы. На что я сказала, что «Где ты со мной познакомился, дорогой? Это мне нравится, это то, чем я хочу заниматься. Я там чему-то пока на данный момент учусь, и я это не брошу». Ну, он это вытерпел, промолчал, и я продолжал. А что это за деревня была? Под Москвой? Да. Потому что вам это не помешало, расстояние поступить на курсы в ГИТИС, на актёрский. Там такие есть сейчас? В ГИТИС, в училище имени Щепкина. Дготовительные курсы к вступительным экзаменам, да. А, то есть, самого актёрского образования вы не получили? Нет, нет, нет. Я ездила на курсы. Пока ездила на курсы, пообщалась со студентами и поняла, что не совсем то, чем я хочу посвятить всю свою жизнь. И он вам ещё нудил. Вот, станешь артистом, будешь сниматься. Да, станешь звездой, он сразу сказал, ты меня бросишь сразу. То есть, он себе навыдумывал таких фантазий, что я сказала, твоими густами. А он чем занимался-то? А он, у него свой сервис. Какой сервис? Ну, авто, автомашин, да. Ну, вас приглашали на пробы куда-нибудь в сериалы? Да, приглашали в сериалы. Интерны меня звали на роль Варри. Вот. И, в общем-то, мне встали перед дверьми, сказали, что ты никуда не пойдёшь. Ну, нет, что это как-то, он слишком деспотичный. То есть, он хотел это. Чтобы дома сидел, готовила, да. Сирочка. А два года эти жили счастливы вы? Ну, нет, мы периодически расходились, в общем-то. Мы не просто расходились, а он вёл себя по-скотски, по отношению к вам. Смотрите, во-первых, он не сделал предложение, вы так и не расписались. Да, я очень переживала по этому поводу, я хотела замуж. Он вас поколачивал. К рюмочке был очень неравнодушен, напивался часто. Не, ну, это само собой уже нехороший, человек, который бьёт женщин. Не знаю, я вот послушал её историю, мне аж плакать хочется. Как мне повезло в жизни. Да, любовь зла, но как вы отчаялись забеременеть от него и родить ребёночка? Ну, это был незапланированный ребёнок, так получилось. Я училась в университете на тот момент, и, в общем-то, у нас на тот момент были очень плохие отношения. И ребёнок, можно сказать, что сдержал ещё меня на год. Молодая очень была любовь, молодая. Чего-то мне не верится. А что вас с этим садистом вдруг понесло на голову? Или куда вы поехали? В Доминикану? В Доминикану, да. То есть оставили ребёнка с родителями, да? Ну, я уже был ребёнок, и для меня, на самом деле, это... Он издевался, он ввёл по-хански, не работал, денег не давал. Для меня это трагедия, что как бы не получилось в семье, что ребёнок всё равно как бы отца видит не каждый день. Я по этому поводу очень долго переживала. И вот вы думали, что ребёнок вас никак-то не удержал рядом с ним, но Доминикан это обязательно. Да, и он предложил поехать в Доминикану. Я подумала, что, ну, может быть, вот самый последний шанс, и, может быть, он сделал предложение в Доминикане. А там всё включено, мамочка. А там ром, а там сигары, а там всё. Мы платили каждый за себя. Да потому что вы на тот момент всё-таки не являлись мужемой женой. Да, мы не жили вместе, наверное. У вас было очень по-европейски всё, да? Ну, он сказал, что он может оплатить только себя. Я девушка нежадная. Дело не в этом, не в Чонке, но она ещё при этом думала, что вдруг произойдёт чудо, и он сделает ей предложение. То есть ещё и замуж за неё мечта не покидала нашу Оксаночку. Я хотела, чтобы была семья очень сильная. Почему не вернулись к маме? Через все эти мытарства. Я вернулись. Столько испытав. Ну, зачем нужно было ждать так долго? Ну, уже потом сдержала ребёнок. На самом деле, до ребёнка я уже уходила надолго очень. Василис, можно я отвечу? Вот как бы это была одна единственная история. Мы подумали, боже мой, вот какое исключение. Надо же, как бывает, оказывается. Но самое ужасное во всём этом, что именно вот так оно бывает. Вот я не знаю, мы, может быть, генетические русские люди, русские женщины так заложены терпеть. Я не могла представить уже всё моё взросление, он был рядом, как бы. И я потом уже не могла представить, как же я без него вообще. Это привычка. Оксаночка, почему? Откуда такое неуважение к себе, милая? Вы такая хорошенькая, вы такая молодая. И сегодня вы заявляете, что будете мужчину любить своего вот прямо до судорога. Родиночки ему целовать, ручки-ножки ему натирать. А если заскучаете, она даже готова... Я с этим борюсь, это мой минус. Оксана, а если заскучаете, я правильно поняла, вы даже готовы разнообразить вашу интимную жизнь. Это как? Ну, это я написала, что если муж захочет изменять и начнёт смотреть на других женщин, значит, что-то нужно менять, что-то нужно делать. Ну, это нормально, люди, вы пересмотрите. Вместе, я так думаю, всё-таки. Вот теперь, Оксаночка, я вам предлагаю первую ступень. Не вы ему это обещаете, а вы требуете, чтобы он к вам так относился. Чтобы это он вам делал массажик, ручек, ножек, чтобы это он вам целовал родинки, чтобы он за вами ухаживал. Потому что это естественно, понимаете? Когда мужчина так относится к женщине, а не наоборот. Мужчина должен быть мужчина, а женщина – женщина. Поэтому, миленький, я просто вам, как взрослый человек, желаю относитесь к себе, милые, с уважением. Полюбите себя просто и своего ребёночка. У вас девочка? У меня мальчик. Мальчик, полтора года ему? Три года. У тебя девочка. У меня полтора года девочке. Год и четыре. Ларис, я с тобой согласна и не согласна одновременно вот по какому вопросу. Конечно, женщина должна угождать мужчине точно так же, как и он ей. Не говорю, что ковром расстилаться. Но вот что делать Оксане? У таких женщин, как она, с выраженным знаком девы, есть естественная потребность мужчине служить по-настоящему. В хорошем смысле слова – отдаваться, помогать, быть помощницей. Значит, нужно встретить такого мужчину, который это оценит. И будет вас за это любить ещё больше. Будет говорить, «Эх, тебе как не повезло, а я прихожу, моя уже, стол накрыла, рядышком села, вот так вот щёчечку попёрла кулачком и спрашивает, ну как у тебя там, как Степаныч?» Мужчину настоящего можно только, если у тебя есть цель. Не настоящего, а своего. Ребята, нет плохих и хороших. Есть свои и чужие. Ваш мужчина может быть для всех полным идиотом. А вам будет с ним все 70 лет вот самое то. Поэтому встретите своего человека. Просто своего человека. Сглядите на таком, который оценит. Который сможет её полюбить. Ну да. А такого надо, только такого. А вы другого никогда не надо выбирать. Я бы ещё, знаешь бы, какого бы порекомендовала бы. Было бы неплохо, если бы психолог был, потому что всё-таки подорвано. 6 лет под гнётом мужским. Нет, дорогая моя, психолог. Как бы ненавидела бы она. Во-первых, психолог, то, что сегодня их безработно огромное количество, заплатите денежку, и он вам нужен будет несколько раз. А жить с психологом, который будет вас всё время препарировать, замените расстрелом. Ой, Ларис, ну ладно, что же. Поэтому нет, нет, нет. Нормальный, работящий. Тогда с учителем. Ну это не важно. Вы нехороших желаете. Оксаночка, у вас ребёночек. Должен быть работящим, понимаете? Который тоже в этой жизни что-то повидал. Василиса, вам нужно прежде всего захотеть и понять, чего вы хотите от мужчины. Потому что вы служить-то готовы, но вы никогда не выберете мужчину правильного, если вы не поймёте, какой он правильный для себя. У каждой женщины это, правда, свой. Я боюсь, что если вы пойдёте за вашим гороскопом, то есть за естественным течением событий, вы ещё не очень скоро свои приоритеты сформируете, потому что, думаю, чётко себе не можете дать пока ответ на этот вопрос. Мне кажется, что вы можете успокоиться рядом, в хорошем смысле слова, с мужчиной, который вам поставит цели в жизни. Потому что вам самой сложно ставить цели. Вот если он будет говорить, сегодня мы строим дом, и все деньги семьи идут на это, вы будете готовы пойти за ним. Или, дорогая, ты должна выйти работать, потому что мы должны сделать накопление на что-то ещё. Если мужчина будет задавать вам цели, это будут цели хорошие для вас самой, которые вы можете реализовать. Это ваш человек. По внешности выбирать не стоит, по возрасту тоже. После рекламы женихи покажут, кто из них достойна внимания нашей невесты. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас судья Оксана. Идите знакомьтесь с первым молодым человеком. Удачи вам. Оксана, здравствуй. Я Антон. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Тебе. Спасибо, очень приятно. Надеюсь, что произведу у себя хорошее впечатление, и общение будет приятным. Спасибо. Спасибо, очень надеюсь. Спасибо. Причастка у меня чересчур завиданная, да, мне тоже слащаво прям совсем. Здравствуйте, Антон. Очень приятно вас видеть. Вы с кем? Это мой друг, хороший Владислав. Мы с ним в институте учились. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Антон, 26 лет. Системный администратор. В качестве дипломного проекта создал систему искусственного интеллекта, чем шокировал весь институт. Сам построил сарай и террасу на даче. Мечтает о путешествии в Перу и американском мотоцикле. Антон застал свою возлюбленную с другим мужчиной и простил ее, когда она раскаялась. Но она все равно его бросила. Надеется, что на Оксану можно положиться. Как тебе жених у вас? Мне кажется, что и супруге с Антоном тоже будет легко. Потому что вы человек, с одной стороны, достаточно властный. И спокойная женщина сможет чувствовать рядом с вами себя, как под крылом. А с другой стороны, страшно падки налезть. То есть если супруга освоит искусство похвалы, комплиментов, заходов слева и справа с добрыми словами к своему мужу, он будет абсолютно в ее руках. Шелкавый. Да, шелкавый. Шелкавый. По крайней мере. Знатный Ларис, знатный жених, башковитый. Вон какой он, лоб у него какой он. Искусственный интеллект он придумал. Системный администратор, да? Жена приходит домой. Муж, ужин готов. Я в компьютер играю, дорогая. Муж, давай ложиться спать. Дорогая, я играю в компьютер. Я в компьютер опять, у меня тут игра незавершена. Правда, вот интересно бы деньги за этот интеллект вам заплатили или нет. Как заказывали, не пьет, не курит, пожалуйста. Руки не крюки у него, он сарай построил сам. Единственное, что смущает, вы хотите брачный контракт. Хотя, в принципе, неплохо. Там он хочет прописать все по поводу воспитания будущих детей, по поводу материального достатка. Я хочу, можно, это не потому, что как бы себя обезопасили, что-то нет. Это просто для того, чтобы в конце, когда это негативно, я имею в виду, я, поскольку по техническому направлению получал образование, у меня все всегда выкладывается четко в любом варианте. Молодец. С виду не скажешь. Да, по техническому. А самый главный пункт или парочку? Самый главный пункт, ну, как бы принцип всего, что каждый остается, как бы, ну, в крайнем случае, со своим или ровно пополам. 50 на 50, но компьютер мой. Компьютер по-любому, по-любому. Без него никуда. Вы, лучше давайте вашу историю, вы поймали свою подружку в институте прямо на горяченьком. Да, прямо с пылу, с жару. История была смешная, расскажите. Ну, я с ней познакомился в институте, на перемене, как-то сразу мы так нашли общий язык, интерес, ну, и сразу закрутилось, все замечательно. Огонь, чувства, эмоции, все было прекрасно. Пока однажды? Пока однажды. Ну, как-то так я стал замечать, что она стала занята. А вы прогуливали в твоем парочке? Ну, бывало, я делал, конечно, кто не прогуливал. У вас уже в институте были свои укромные уголочки? Были, да? Были, да. Ну, он такой, не знаю, мне кажется, он не понравится. Однажды прогуливая в одиночестве, вам как-то взгрызнулось, вы вот решили по местам боевой славы пройтись. Что-то типа того. Заходите в закрытую гардеробную комнату, а там? А там знакомая фигура, да, более знакомая фигура. Я вам просто показала. Ну, я поэтому подошел поближе, убедиться, как я всегда это делал. А может быть, она с однокурсником закон притяжения повторяла? Ну, приблизительно, да. Приблизительно, это был закон притяжения. Нет, ну вот я увидел так, думаю, точно ли. Или зачет получала, не с однокурсником, а с педагогом? Смиря, началось все с этого. Она, когда-то я видел ее с этим человеком в библиотеке, она мне его представила как учителя по какому-то примеру. То есть он ей помогал что-то там где-то наверстать. Может быть, правда, замерзли, и она так зачет там у него как бы... Выпрашивала. Но она покраснела, закричала, милый, ты все не так понял. Именно так она и сказала, побежала за мной. Я ничего не стал говорить, я просто отошел, как бы, третий должен уйти. Вот, но она за мной побежала, забыла об учителе. Страдали? Да. И дурачок простил ей всем? Ну... Любил, потому что? Да, наверное. Я бы, наверное, измены не простил бы. Ну, может быть, конечно, это вообще-то исключено, как бы. Измена – это предательство, короче. Конечно, случилось один раз, случилось второй. У вас же возобновились отношения, да? Ну да, мы с ней попытались вернуть все в нужное русло, наладить. Ну, я летом уехал в отдых, на отдых, как бы... И она ведь уехала? Ну да, она была тоже где-то отдыхала, как, по крайней мере, сказала мне, что она поедет. Ну, в итоге я приезжаю вечером, первым же делом я ей звоню, говорю, я вот, вот он, я приехал, я там соскучился, столько всего привез к тебе. И она мне спокойным голосом говорит, что, в общем, все, конец, финита комедия, я теперь опять с ним. Учитель лучше, чем ты. По-любому, да. У меня еще четвертый курс, еще пятый впереди, поэтому извини. Ну, я как-то понял, что второй раз ничего прощается. Антон, конечно, по сравнению с историей Оксаны, которая сидит напротив вас, младше вас на три года, ваша история – это детский сад. Вы потом не женились, не родили детей. Смотрите, у Оксаны ребенок трехлетний. Не смущает? Ну, это хорошо. Не, он может говорить, там не смущает. У него нет своих детей. Поэтому он не знает, что это такое, как это. Он не знает, что это дети вообще-то такое. Вот у вас квартира, компьютер и черепаха. Да. А еще есть что-нибудь, вот, в качестве что предложить? Тача есть, где терраса построенная. Ну, родительская, наверное. Ну, в принципе, как бы у нас… Вы там сарайчик построили, я так поняла. Терраса, сарай, ну, как бы, хозяйственный, где я могу все хранить. Короче, родовое гнездо есть. Ну, да, да. В том смысле, да, живу с родителями, как бы, но у нас такой атмосфера такая, что нет, это вот мое, это твое. Все вокруг холодное. Это семейная семья. 26 лет с родителями жить как-то, ну, 26 лет. Да. А как вам кажется, Оксана, в вашу семью может влиться органично? Может понравиться вашим родителям? В принципе, может. Девушка скромная. Но может и не понравится, да? А если мама скажет, Антон, слушай, у нее такое прошлое уже бурное, что ты мне… У кого прошлое не бурное? Послушайте, будете прислушиваться, нет? Я думаю, что если мы с мамой познакомимся, все будет хорошо. А вы знаете, как правильно с мамой познакомиться молодых людей? Ну, вообще, обычно я мамам нравлюсь. Некоторые даже своих сыновей не отдают никому, говорят, мы тебя ждем. Но это не то, что, знаете, первое впечатление, вот мы сейчас соберемся, понравимся мамочке, а потом зубки-то покажем. Нет, нет, я вообще уважительно отношусь к родне, всегда к друзьям, человека, с которым у меня… А не обидит вас, что скажет? Ну, да, девушка хорошая, но с довеском. Не обидитесь? Ну, я не обижусь, но я ее поправлю, это не довесок, а сын. О, поправит. Молодец. То, что вы приготовили, мы можем уже и посмотреть. Я долго думал, что я тебе приготовить, я решил показать тебе фокус. Небольшой, но интересный. С фокусниками опасно. Дела иметь. Ну, я не знаю, я не имел дела. Получил одну сумму, зарплату принес другую. Ну, да, да, принес другую. Вот и фокус. Значит, это конверт, в нем лежит предсказание, которое я заранее написал до передачи. Мы его увидим потом, после фокуса. Первое начинство, красивого имени Оксана, я отсчитаю на каждую букву по одной карте, и мы увидим первую карту. Оксана. Ты сейчас не говоришь мне эту карту, просто ее запоминаешь. Хорошо. Запомнил. Да, фокус такой, что хочется зевнуть несколько раз. Если честно, вообще не улавливайся, о чем там он? Теперь мне будет интересно дата его рождения. Дата? Число месяц? Ну, число месяц, число большое. 0,2. Ну, хорошо, 0,2. Раз, два. 0,9. Ты запоминаешь эту карту. Две карты уже есть. Да. Ну, какой-то он детский фокус. У меня еще детский фокус показывает. Сто пудов он сейчас карту покажет, он скажет, что это она. И теперь мы просто посмотрим, что в этом конвертике у нас было мной написано. Я просто положил, чтобы этого не было видно. А в конвертике у нас вот такая бумажечка. Замечательно. Но самое, что интересно, самое, что интересно, ты не удивляешься, почему как бы карта-то одна у меня написана. Я же три тебя вытащил. А они все были одинаковые, все были три крестей. Фокус в том, что просто колода у нас вся состоит из трех крестей. Это как это? Ой, Антон, молодец, молодец. Надеемся, что это последний обман. Обязательно. Александочка, если у вас что-то сложится, проходите теперь все на свои места. Ну, ребенок, конечно, еще, господи боже мой. Если я на счет надеялся, то сюрприз подтвердил. Незрелый парень, незрелый. На все соглашается. Вы хорошенько, вы ему понравились. Но опыта нет никакого. Да, где же то опыт твой набираться-то? Что будет с вами делать с вашим детем? Или вам так не показалось, девчонки? Только гардеробный, если так же будет играть с ребенком. Да, согласна с вами. Скорее всего, Оксане будет с ним неинтересно. Скучно. И он рядом с вами зачахнет. Пусть он пройдет свои вот эти университеты. Пусть еще повлюбляется с кем-то. Это взрослая какая-то история у него должна быть в жизни. Или вам понравился? Мне он понравился как человек. Понравился. Но я думаю, что, конечно, мне бы хотелось за мужчиной тянуться, учиться у него чему-то. А мне кажется, что может быть... А что он умница? А вот давайте на эту историю с другой стороны посмотрим. Что это вы так сразу соглашаетесь-то? Хороший парень, чистый, без особой, какой-то биографии. Не пьет, не курит. Не пьет, не курит. Согласился и говорит, что ребенок это здорово. Из семьи, из хорошей. Что вы так разбрасываетесь? Маму, что я там говорю. Парень хороший. Мы посмотрим на остальных женихов. Посмотри, какая. Ну, согласна, подписывай, что его повторять. Действительно, хорошо начал. Цветочки, квартира, даже черепаха есть. Сыроюшка. Да, ну и закончил, конечно, выдав себя по полной программе. Ну, Роза, ну... Так нет, а чего? Пускай взрослит в семье, это неплохо. Да, семья для того и нужна, чтобы взрослеть в ней по-чистому, по-хорошему. Таша, я не против. Васечка. Мне кажется, что это человек, который действительно начинает жить, надеется на то, что сможет эту жизнь прожить достойно. И он, к сожалению, всегда будет ориентироваться на женщин с столь эффектной внешностью, что не все из них будут поступать с ним достойно. Вы, которая уже хлебнула этой жизнью действительно не самой хорошей меры, мне кажется, что были бы ему хорошей партнершей, хорошей парой. Просто потому, что бы берегли в нем вот это чувство. Льстили бы ему, заботились бы о нем одновременно, щекотали бы его самолюбие. Все как надо, мне понравилось. Спасибо. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Новое свидание через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Оксана». Идите знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Здравствуйте. Ты очень красивая девушка. Я рад знакомиться с тобой. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Игорючек. Здравствуйте. Это мой друг Илья. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Игорь, 27 лет. По образованию бас-гитарист. Играл в студенческом джазовом оркестре. Работает барменом в популярных столичных клубах. Изобретает новые коктейли. Мечтает открыть ресторан. Возлюбленная Игоря хотела сделать из него серьезного человека и пыталась устроить его на работу к своему отцу. Но ему не захотелось впадать в зависимость. Надеется, что Оксана не будет пытаться его переделать. Василиса, в чем проблема Игоря? 27 лет. Проблемы как таковой нет, но вы действительно способны попадать в некоторую зависимость от женщин. В вашем гороскопе Сатурн стоит на вершине седьмого дома. И он не очень хорошо аспектирован. Это значит, что в браке вы способны попадать буквально в зависимость от жены. Вы будете уповать на супругу, рассчитывать на ее помощь. Но одновременно будете бояться потери своей независимости. Так он в первой истории как раз сопротивлялся, чтобы не впасть в эту зависимость. И одновременно по жизни, вот в чем особенность гороскопа, ему нужно будет зависеть в чем-то от женщины. Вот такая хитрость, с одной стороны, сохранить свою статус-кво, с другой стороны, уметь где-то подчиниться, уметь принять вот эту зависимость. Ну, мне кажется, это типично в отношениях. Конечно, совершенно нетипично. А еще могу сказать, что у Игоря есть риски, если он не будет зависеть от женщины, впасть в зависимость от каких-то других ситуаций. Но, может быть, иногда лучше зависеть от жены, чем от друзей или каких-то несовстречных поперечных. Ну, в общем, да. Да ладно, хороший парень. Из села, кстати. А у нас, как говорится, лучшие оттуда приезжали... У меня уже было села. Было села, да? Да. Ну, ничего, не каждый раз одна и та же граната в одно место попадает. Ну, я и все ли не живу вообще. Главные плюсы, невестошка моя, будет куда ребенка на море отвозить у нас родственники в Ейске. Завидчиво. Говорится, дачка в Курской области. Правильно? Правильно. Во! Еще музыка занимается, так что будет у вас о чем поговорить. Много-много-много у вас похожего. Игорь, а что, отец вашей девушки был большим начальником? Почему вдруг она решила, что вы должны стать замом? Она как бы считала, что моя профессия бармена просто несерьезна. Она так считала? Ну да, что она не приносит денег в будущем или что-то еще. И как бы ей не нравилось, что я занимаюсь музыкой. Если папа был министром, допустим, сельского хозяйства, то почему бы и фермочку себе там... Он не министр точно. А чем он занимался? Он инженер, в общем, по электронике. То есть он оборудует дома новые, когда строится дом новый, он всю проводку делает. Ну неплохо. А он директор, да? Нет, он не директор, он начальник. В общем, все решили заводить. А я не люблю, когда это делали. А вы как ей объяснили? А вы говорите, нет, люблю новые коктейли составлять и музыку. Это творчество, меня это вдохновляет. Я молодой парень, мне нравится заниматься чем-нибудь, занимаюсь. Ну не то, чтобы как бы все вот так прям. Она, наверное, ревновала, может быть, вас попросила. Да, возможно, ревновала. К девушкам, окружающих. Частенько на самом деле, но опять же таки, бармен такая же профессия, как все остальные. Значит, не была вас уверена. Просто она более интересна, чем... Ой, вы ловите, как остальные ночью вы работаете, когда нормальные люди отдыхают уже. Нет, я сейчас работаю в день. Вот, в ночь я очень редко работаю. Ну вы с ней познакомились как раз за барной стойкой, да? Ну да, это я работал в ночь, вот, в клубе популярном Гордарова. А она там зажигала? Да. Можно сказать, вас склеила. Ну не то, чтобы склеила, как бы. Ну, милый, поэтому... Там была взаимная симпатия. Конечно. Подцепил за барной стойкой. Мне про это уже не интересно, мне интересно про ваши ссоры. Просто мы грустную историю-то уже настоящую послушали, а сейчас мы вот... Ну все происходило банально, просто как вот... Есть что-нибудь в голову сбредет, как бы вот... Все, там, ты мне не подходишь, у нас разные характеры, что мы можем вообще дальше там, что у нас будет, ты меня не слушаешь. Вот, и так вот все, звонила или просто приходила. А она прям такая вот уже была командирша. Будешь работать у папи, да? Вечером, чтобы в 6 часов был дома. Может, и слава богу, что с ней писать? Это вы еще не поженились, она уже мы так руки вам выкручила. А что бы было, если бы поженились? Да, мы вместе жили, но не всегда. Игорячек, напивалась-то она при вас или... Нет, с подругами что-то еще, потом приходила. Ой, мамочка, громкая. Ну, как бы я тоже бывал, напивался, так что... И вы ей тоже. Ну да. Нет, без рукоприкладства это точно. А вот тогда пьяный какой? Интересно, да. Ну, вы спать сразу ложитесь или... Или буйствуетесь? Да нет, колободит в этом возрасте. Веселый, танцевать, там, что-нибудь попеть. Хочется куда-то поехать еще, караоке, шмараоке. Вот, но опять же таки, дело в пределах разумного. Игорек, хорошо, все это мы повеселились, это правда здорово, кто не проходил через эти истории, мы про вас поняли, что вы живете своей головой, здорово, вам нравится своя профессия, вы в ней развиваетесь, это тоже хорошо, она вам приносит деньги какие-никакие, прекрасно, вы не зависите ни от чего мнения, это все пока плюс, но перед вами сидит вот такая взрослая Оксаночка с ребенком, с трехлетним. Вот здесь как вам? Уже здесь не взбрыкнешь, знаете, с бутылкой пива, с друзьями не уйдешь из дома. Ответственность. Да и дома ты оттуда пьяный не устроишь. Ну, опять же таки, эти отношения были пару лет назад, грубо говоря. Вот. Сейчас уже, да, я неспроста пришел на эту передачу, я хочу какую-то стабильность в этой жизни, хочу найти себе друга в жизни. Если ребеночка у Оксаны никак вам не помешает? В принципе, это не пугает. И родителей ваших никак не испугает? Нет. У меня хорошая семья. Здорово. А что для вас не принципиально в семейной жизни, а что принципиально, о чем вы прямо сейчас хотите Оксане сказать? Да. Может быть, есть какие-то скелеты у вас там в шкафу? Есть привычки? С чем не разданетесь? Я спросить хочу. Да, я курю. А вы вообще готовы просить? Есть такие мысли, что… Вообще, я сам хочу бросить, но как бы не было таких серьезных ситуаций, что вот вообще категорично… Ну, не было необходимости. А вы готовы что-то сделать для мужа? Ну, если он попросит, да, постараюсь. Я верю в готовность Оксаны, кстати, не сомневаюсь ни секунды. А своих детей хотите? Да, очень. А еще хотела узнать. Вот такой у меня вопрос. Вы готовы ли в быту жену заменить, если она, допустим, приболела? Легко. Я готовы, умею суши, роллы. А вы музыкой часто занимаетесь? У нас ребеночек маленький, а вам там репетиция. Ну, как хобби, в свободное время иногда. Вы поете или играете? Я играю на бас-гитаре, на фортепиано. И поете. Сыночка научат. Все, как говорится, хорошо там музыкой. Покажете сюрприз? Да, конечно. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Я спою для тебя. Очень приятно. Оно. Писайано Крупадуро. Эгээээ. Дальше, знаете, тут выступление осла. ПЕСНЯ Открыл бы мне к сердцу принцессы пароль Не знаю, я бы с таким голосом не стал петь бы Быть я не боюсь никого, ничего Уж я бы тогда совершил для неё И я не боюсь никого, ничего Я подвиг готов совершить для неё Огромное вам спасибо, порадовали Игорь, огромное спасибо, правда Проходите в свою комнату Послушайте, что мы будем о вас говорить Чёрт вообще Как я спел? Тебе нравится? Да Я думаю, понравился, она прям так смотрела в них в глаза Девчонки, ну а вам как жених? Очень даже понравился Чипаж Оксаны Да, создал такое настроение Оксана у нас стала уже шире улыбаться И в момент общения Вот со стороны очень было заметно заинтересованных взглядов Что Игорь так глазками, что Оксана глазками ему в ответ Да, да, да Приятно было на вас смотреть, ладненькие такие, похожи Как-то вместе прям вот рядышком так смотрелись Как-то нашим намётанным глазом уже видно Нет, это вашим намётанным глазом Моим, да, да Что пара, в общем-то, могла бы быть Ага, да несерьёзные пари Несерьёзные Всё ему ого-го, ага-га Там ещё это бар и тому подобное А бары это тяжелённый труд, между прочим И работа у него несерьёзная Почему? Тогда же профессия, все остальные Игорь любит женщин тонких и сложных Без налёта простоты А вы внешне, если не знать вашей истории Кажетесь девушкой достаточно простой Вот такой, правда, обычной русской девушкой Но у вас такая богатая история Что, может быть, эта история будет как-то компенсировать Вот это внешнее отсутствие тайны и такое И, возможно, он заинтересуется Я думаю, что какое-то время его будет греть Ваша сложная биография в прошлом И он будет за это вас жалеть, любить, поддерживать Поэтому, в общем, можно рассмотреть Я сегодня домой, в доме один Впереди у нас третий жених И судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» И я вам предлагаю Оксана встретиться с третьим женихом Проходите Привет, меня зовут Алексей Очень приятно познакомиться с такой выразительной девушкой Спасибо, очень приятно Здравствуйте, Алексей Вы пришли с другом? Да, это мой друг Артур Очень приятно Давайте на вас посмотрим Алексей 30 лет Персональный водитель Возит третьего человека по значимости В Министерстве энергетики По образованию повар-кондитер Мечтает стать риэлтором и главой большой семьи Бывшая жена Алексея После выходных на даче Обозвала всех его родственников алкоголиками Встал на защиту части семьи И ушел Надеется, что Оксана Не считает распитие пива Пагубной привычкой Чем причина Одиночества нашего Алексея? Я бы не говорила об одиночестве Он слишком компанийский Я думаю, что мы еще разберем эту историю Но дополнительной характеристикой вашей является то Что вы очень любите внимание Почти так, как женщина Я не знаю, как вы, когда машину ведете Заглядываетесь ли на себя в зеркало заднего вида Думаю, нет Потому что это противоречит правилам безопасности Но то, что Алексей из тех мужчин Которые, проходя мимо зеркала За себя цепляются взглядом Это точно И жене, которая будет рядом Нужно это обязательно учитывать Нет, не подходит вообще никак Вообще Даже рядом Вообще не эти башни Это мужчина, который нуждается во внимании В хорошем смысле слова Это вовсе не значит, что он будет когда-то пудриться Завиваться, естественно Это говорит Нет, Лариса, нет Действительно очень компанейский Раскрывается именно в большом количестве Народу, друзей Поэтому мне кажется, что сейчас на программе Имеет шанс для нас максимально полный расход Как тебе жених? Ну а что жених? Мужчин как мужчина Деловой, я смотрю В министерстве работаете водителем То есть связи поди никакие у вас там Должны быть Если хорошо себя ведет Значит, всегда будет помощь от руководства А повар по образованию, как я поняла Кондитер Даже кондитер Ну, соответственно, может готовить будет А потом ребеночек есть Так что тоже неплохо Девочка? Да, девочка Полтора года Вы помогаете? Да Сейчас разберемся Полтора года Про тещу, про жену А что это она, кстати, въелась-то так на вас, на вашу родню? Ну, как бы, вы понимаете, все девушки до свадьбы характер один Ну, большинство девушек Ласки вы пушистые Да, ласки вы пушистые Как они замуж вышли, показывают свой характер Вот тут так получилось, что она хотела, чтобы я сидел возле ее юбки Никуда не отходил вообще А там еще и мама ее рядом Там мама, мама поддакивала постоянно Нет, мама не просто поддакивала Вы глазами-то раскроете выходные, а маменька уже там Да И вас дурными словами обзывала Обзывали, но было много ситуаций Во-первых, то, что... Не то, что запрещали общаться с родственниками Но неуважение к ним имели К вашим? Да А жили вы на территории ее мамы? Мы, да То есть тещи Судьба можно квартиру снять и отдельно жить от родителей Чтобы не было этой патологии, как это обычно происходит Мы жили у меня дома, ей не понравилось Жили в другой квартире, ей опять не понравилось Ей понравилось только возле своей мамы Да, возле своей мамы там все Ну, может быть, стоило кулаком по столу и сказать, что... Ну, было такое, было много споров, много руганий А какие были претензии в основном к вам? Вы не пьющие, не валялись под телевизором, там, сутками работали, с ребеночком помогали Но я знаю, что даже когда вы вставали к ребенку ночью, чтобы помочь И тут нарисовывала теща, и опять же с какими-то своими замечаниями Да, тут все, ты не трогай ничего, все это не так, там, до свидания Ну, а вот эта история про вашу родню, когда она приехала к вам на дачу Наверное, встретили, стол накрыли Ну, как обычно, на дачу приезжаешь, шашлыки там, ну, огород там А ей нечем было придраться, она сказала, уницинике алкоголики У меня родители совсем противоположны с моим родителем То есть они, москвичи, они тут выросли, да, там, они... Да, ее А мои родители, они, как бы, в деревне, мама из деревни То есть у меня более простая семья такая То есть она такая московская штучка, фифа Но ведь нашла же у вас что-то, за вас вышла замуж, ребенка родила А все остальное то, что... Она этот характер сегодня не показывала до свадьбы Все это после свадьбы вырос Да ладно, и мужчины-скорпионы тоже свой характер Да, временем не показывают, давайте скажем честно Вообще, скорпион плохой знак Ну да Просто когда к нам приходит жених или невеста Разумеется, они высказывают свои претензии к своей бывшей половине Но мы никогда не можем услышать ту самую бывшую половину Для того, чтобы, да, другую точку зрения Для того, чтобы понять, что иногда вы бываете очень обидчивым Иногда вы затаиваете и закрываетесь на свою супругу Я думаю, что в семье, когда вы приехали, было это самое застолье Но, возможно, на нее не было обращено совсем никакого внимания Ей дали четко понять, что у вас спитая-спитая компания А ей здесь не особенно рады, ее не ждут Целый комплекс вопросов Ну, мы на дачу часто с ней ездили И как бы все нормально было Она никогда ничего не говорила Никогда против не была Ну, навред ли ваша мама ей хамила? Навред ли мама вашей комнат не относилась? Нет, нет, нет Ну, это и была последняя точка, то, что вот она скорбила родню? Да А как давно это был, развод? Ну, развод был совсем недавно Ну, то есть? Недавно, но не живем мы уже где-то полгода Алексей, полгода это не такой большой срок Скажите, а если у вас сегодня жена увидит по телевизору и скажет Нет, не такая я дура, мне он самой нужен Позвонит и скажет Леш, возвращайся Нет, обратно потянет Покажите сюрприз Сюрприз Так как я по профессии повара и люблю готовить Дома очень много готовлю Вот я лично сам сделал лоб и пирожки Тепко Вы мне будете кормить? Да Немного ли? Поменьше Спасибо Все отлично Он будет домохозяином, будет готовить Спасибо, парни, проходите в свою комнату Спасибо Ну, молодец Что я скажу? Отбились Отбились Ну, что скажете? Приятный молодой человек Схожие истории в плане опыта общения с детем Как у Оксаны, так и у молодого человека Есть ребенок приятный Ну, как ты увидел вживую, что скажешь? Ну, вживую, конечно, приятный Ну Не то, да? Что-то не зажгло Что-то не зажгло меня Что вы скажете? Я скажу, что мне тоже очень понравился молодой человек Достаточно приятный Достаточно взрослый Уже пройдена какая-то история за плечами Да То, что есть ребенок Ничего страшного Значит, человек знает, что такое дети И он знает, как бы, что это все Ребята, вот наглядно Неравный брак Ну, конечно, свои должны в основном жениться на своих Потому что и дети должны Должна быть общая детская Общая песочница И родители, и с той и с другой стороны Встречаясь, должны о чем-то говорить и общаться Иначе получится так Все еще будет раздражать Зять Свекровь будет раздражать Фифа, невестка московская В общем, надо как-то Очень вкусный Бывает, хотя бывают разные Сюрприз очень вкусный Молодец Хороший парень, хороший парень И я вас рядом вижу Роза Я тоже вижу Более того У вас условия хорошие Вы, скажем так, в приоритетах Даже если вы особо его так сильно любить не будете Как он вас А явно там будет все-таки перевес в его сторону Вы ему здорово понравились Поэтому, да И накормит И полюбит И профессии будут менять, если надо И же с ребеночком есть Так что очень хороший вариант Если выберет, пойдешь Да, наверное, пойду А потом как карты Да, мужчины с Венеры в стрельце Очень часто выбирают девушек Другого социального слоя Им кажется, что они вот дотянутся до звезды И потом сами страдают и мучаются И он еще идеалист То есть если он изначально женщину воспринимает как богиню А потом, разумеется, она оказывается реальной женщиной И хотя бы какие-то вот эти черты выпадают из образа богини Смертельная обида Я думаю, что и он много на жену затаил совершенно не по делу А она на него, ну, по молодости Мне кажется, что сейчас уже должен был Войти в какое-то более правильное Более жизненное восприятие действительности Поэтому мне понравилось Мне кажется, она сюда придет Я не знаю, но возможно Ну, или второй парень Да Или третий Ольга и Юлия, кого из трех женихов Советуете своей подруге? Третьего претендента Он более подходит Есть ребенок Он знает, как общаться с детьми Ну, я бы считаю, что третий Алексей Также поддерживаю Чтобы Оксана свой выбор положила на Алексея Еще раз повторюсь, приятный молодой человек И я думаю, из всех претендентов Он наиболее взрослый И наиболее целеустремленный И, думаю, даст Оксане то, что ей действительно нужно И то, что хочется Алексей лучше Оксаночка, что вы скажете? Хочу сказать спасибо всем претендентам, которые пришли Все замечательные молодые люди Ну, я свой выбор уже сделала Ну, есть такое выражение Любимые вдохновляют, а любящие кормят Вот если вы были бы в другой ситуации У вас не было бы ребеночка То, конечно, я бы вам рекомендовала Игоря Вы бы вдохновлялись, сделали что-то вместе и так далее Но у вас есть ребенок Плюс опыт Поэтому Алексей накормит Поможет Все-таки жизнь должна быть Семейная жизнь должна быть все-таки комфортная Алексей Я почему-то уверен, что она зайдет в эту комнату Ну, я с ней выйду Если она сюда зайдет, я выйду Ну, я не стала бы советовать вам Алексея Только потому, что у вас обоих имеются маленькие дети Это было бы, по крайней мере, глупо Мне Игорь, второй жених, тоже показался достаточно серьезным И взрослым парнем Ну, нет у него детей Но его готовность воспитывать вашего И также о вас заботиться Меня как-то очень вдохновило Я за Игоря, за второго жениха Хотя мне, безусловно, понравился Алексей третий Очень Это уже вы будете сами выбирать Но если вам нравится Игорь Я бы вам посоветовала пойти к нему Он хороший парень И глаз у вас сгорел И голос у него прекрасный И пел он замечательный Игорь, понравилось тебе, Оксана? Да, очень понравилось Это мой типаж Фигура Глаза очень понравились И мне кажется, когда я пел Про Блингол какая-то искра Вот Я думаю, что я тоже понравился Если он сюда зайдет Мы пойдем вместе по жизни С песней Мне понравились сегодня все трое молодых человек Которые у нас были И с каждым из них, как человек Я вас могла бы представить Но если Оглянуться на звездные симпатии На астрологию То синострический вам больше всех Подошел бы Антон И я вам рекомендую Именно этого первого молодого человека Антона Правда, показалось, что она немножко Холодновато была Со мной Вопросов не задавала Я думаю, она выберет второго больше Себя слушайте Вас сердце не обманет точно Проходите к своему избраннику Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером По телефону 4-4-4 Валерия, 24 года Номер 1886 Инженер-технолог Ищет спортсмена с музыкальным образованием Которому будет посвящать стихи Андрей, 53 года Номер 1887 Музыкант Эксперт в культурно-просветительском центре Автор философских книг Ищет девушку Похожую на Айсидору Дункан Мы не знаем, выйдет Оксана одна Или со своим новым избранником Я приглашаю всех выходить И давайте ее поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Очень удивлены Я хочу раздать вас Спасибо Вы выйдете со мной? Да Пойдемте Ну просто брат и сестра Это хороший знак Послушайте, у вас одинаковый цвет глаз Такого не бывает Просто пара, я это вижу Невероятно Я же рада за вас У вас точно есть шанс У нас есть пара Австана и Алексей Сегодня у нас сложилась пара И возможно сложится счастливая семья Наш подарок Эти замечательные сладости От конфетной фабрики Славянка Славянка В путь семейного счастья Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету На сайте первого канала Если вам понравился кто-то из участников Сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя На номер 4 четверки Я Лариса Гузеева И желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи, спасибо У меня есть одна из любимых фраз Держите крепче своих мужей Девочки и женщины Это единственная девушка в моей жизни Которая по-настоящему показала мне Что такое женская любовь Можно обманывать кого угодно Но мы тут три рентгена сидим Все замечательно Ищем такую, как Науми Кэмпбелл Им выпили И понеслось И дома Нет другой награды Если в нас любовь живет Все ее хитрость Шитом белыми нитками Я просто вижу Да, да, да Корыстную тварь Вот тут она, конечно, с нами не угадала Это я с тобой полностью согласна Такие ехали на бам Поднимали целину Для Смоленска, я думаю, она звезда Смоленск, респект Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова